Телетрейд. Эксперт на финансовом рынке. Тысячи людей по всему миру торгуют вместе с Телетрейд. Я часто слышу такое выражение, как психология трейдинга, психология поведения на рынке. Поясни, пожалуйста, всё-таки, что это такое, чем оно отличается от психологии простого человека? Здесь можно разбирать две ситуации. Это психология толпы. Всем нам знакомо, наверняка по телевизору видели, паника на бирже. Это понятие. И когда люди резко что-то распродают, нам рассказывают в новостях о том, какие большие убытки терпят компании, трейдеры. Это одна такая паника или психология поведения толпы. Задача предсказать это самое поведение и, как я говорил, встать в его толпу и пойти в общей волне роста или падения. Существует ещё психология конкретной личности человека, который заключает деньги. Дело в том, что при работе с деньгами эмоции концентрируются. И прежде всего такие, как жадность, страх. И это для обычного человека не то чтобы незнакомое явление, они нам знакомые, но создаёт определённый дискомфорт. Потому что концентрация денег очень большая. И необходимо соблюдать определённые правила, которые позволяют минимизировать вот эту эмоциональную составляющую в работе трейдера. Ну хорошо, как это делать, я думаю, мы ещё поговорим об этом подробнее. И всё-таки самый последний вопрос. Как ты думаешь, сколько для меня начинающего или кого-то из наших зрителей, сколько вообще нужно тратить времени на то, чтобы торговать на Форексе и для того, чтобы это было как-то осмысленно? Вопрос очень интересный. Кому-то хватает и, может быть, часа, полутора в день. Кто-то тратит на это очень много времени. Я думаю, на начальном этапе можно это рассматривать как на уровне изучения какого-то иностранного языка. То есть идёт действительно большой поток информации. Необходимо в нём время, чтобы научиться в нём ориентироваться и принимать какие-то решения. Дальше происходит период такой поиска системы торговой. То есть вот именно инструментов, которые будут приносить стабильно доход. И от желания найти что-то сразу и много у людей, соответственно, тратится времени довольно-таки большое на это. А потом, когда уже становишься профессионалом, то у тебя просто какие-то инструменты работают, и ты уже, опять же, меньше тратишь на это время. Редактор субтитров А.Семкин